В рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы на базе Славянского электротехнологического техникума прошла встреча студентов с членами поискового отряда «Кубанский рубеж» клуба К-95. Поисковики подготовили выставку раскопок предметов военного обихода солдат, гранат и осколки времен Великой Отечественной войны, найденные на территории Краснодарского края. Затем состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали почетные гости – ветеран боевых действий, председатель первичной общественно-патриотической организации, ветераны-пограничники Славянского района, подполковник запаса Олег Давков и начальник управления по делам молодежи Славянского района Олег Смольников. Сегодня уже прошло практически 75 лет с тех пор, как отгремела Великая Отечественная война. Остались только маленькие отголоски, но каждый из вас имеет прекрасную возможность прикоснуться к истории и стать ее частью, вложить свой вклад как молодого настоящего гражданина своей страны, своего района, города, поселка, вложить эту лепту в историю, изучив определенные исторические моменты, поучаствовав в каких-то интересных исторических мероприятиях, в поисковых делах, потому что сегодня очень много еще работы предстоит поисковикам для того, чтобы поднять всех солдат, которых возможно, конечно, поднять и увековечить их память. Потому что война не закончится до тех пор, пока не будет определен, найден последний солдат, а их у нас, вы знаете, что полегло миллион. Но долго не буду говорить, об этом расскажут поисковики. Я же вас призываю и приглашаю вступить в ряды волонтеров. Волонтеры – это не только те, которые ходят, помогают, что-то делают, участвуют в акциях, но и те, которые помогают работать именно в поисковой деятельности. Чтобы ребята могли более подробно узнать о деятельности поисковиков, для них был продемонстрирован видеоролик о поисковом движении Кубани и России. Розданы фронтовые письма, треугольники, георгиевские ленты. Перед молодежью выступил заместитель командира поискового отряда Кубанский рубеж Богдан Фуфалько. Он рассказал ребятам о деятельности отряда и пригласил принять участие в поисковых работах в качестве волонтеров.